Всем привет, ребят, с вами Мистер Ваньки, я сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас видеоролик будет связанный с нашим аккаунтом, на котором я играю исключительно на шафте. Сегодня хотелось бы поделиться мне вместе с вами успехами по данному аккаунту. Ну и рассказать вообще, что да как происходит у нас здесь, ну и сыграть в каточку какую-то определенную. Есть заданки, выполним заодно и их. Ну и получается совместим разговорный видеоролик с игровым. Хотелось бы поделиться тем, что я прошел на данном аккаунте изоляцию 1.0. То есть сейчас уже там 2.0 идет изоляция, которую я немножечко так захейтил, которая мне не понравилась. А что касаемо первой изоляции, то она была реально перспективная. Если бы у меня было больше времени и больше желания, я бы мог бы там и на третьем аккаунте выполнить. Все-таки 10 дней према. Я считаю, что это довольно неплохой подгон за столько опыта. Ничего такого сверх сложного, набить соточку не было. Поэтому я решил на данном аккаунте ее выполнить. Как, ну, может быть кто-то знает, кто-то не знает. Кто смотрит стримы знает больше, кто не смотрит знает меньше. Я ее прошел на данном аккаунте. Получил заветный премиум аккаунт. 10 дней. Соответственно, наформил кристаллы, наформил опыта. Как вы видите, звание уже у нас майор, наполовину прокаченный. Также вооружение потихо качается. Совсем скоро уже докачаем 17-й шаг шафта и 18-й шаг хорната. Потихо докачается данное вооружение до МК-8. И тогда мы уже сможем запилить полноценный обзор вооружения МК-8. Как и хори шафта, так и вооружение, которое будет уже в джиггернауте. То есть при максимальной прокачке, как вы знаете. Джаггер на этих званиях должен просто разваливать. Да, и тогда уже мы будем перемещаться к другим планам. Но об этом уже попозже буду записывать видосы. Рассказывать, если вам все это дело нравится. Если вы будете поддерживать лайками данную рубрику. Потому что раньше это была вообще рубрика, по которой я периодически записывал видеоролики. То есть с шафтом связанный аккаунт. Потому что, как вы знаете, может кто-то не знает. У меня на шафте аккаунта больше нет. То есть у меня нигде нет данной пушки из тех аккаунтов, на которых я играю. Поэтому я и веду такую рубрику исключительно на данные интересные пушки. Чтобы если бы я хотел поиграть на данной пушке, мне пришлось бы зайти на данный интересный аккаунт. Я думаю, что балаболить уже хватит. Перейдем потихо в катку. Договорю я уже там, что да как. Контроль точек. Что касаемо изоляции 1.0. Как она вообще проходила? Проходила довольно-таки легко. В какой-то степени. Я, конечно, ожидал, что я ее смогу набить побыстрее. Первые где-то 50-70 тысяч очков набивались очень быстро. Все было довольно-таки легко. А вот что касаемо последней где-то 30-40-ки. Там как-то дела пошли намного-намного тяжелее. Начались какие-то определенные проблемы с набором очков в катках. Я стал уже как бы уделять внимание аккаунту в день не час-полтора-два. То есть то время, когда тебе самому по кайфу и приятно играть. То есть это в районе 10 каточек. А когда ты уже играешь на аккаунте по 3 часа, по 4 часа. Когда ты уделяешь много времени данному акку. У тебя потихо уже появляется усталость и надоедает. То есть вы скажете, может быть. Ай, да что ты там на джаггернауте зашел. Просто нубов побил. Все изи каточки. Ничего сложного нет. Но я вам скажу так. Что порой в катках, где тебе не делают, ну, такого прям огромного сопротивления. Где, наверное, тебе постоянно стрелять, стрелять, стрелять. А я все-таки в катках пытался выкладываться на максимум. Дабы получать как можно больше опыта. Чтобы в конечном итоге сыграть меньше боев. И в таких катках, играя плюс еще как бы одной рукой. На джаггернауте устаешь очень быстро. То есть, грубо говоря, там, сыграв 7-8 каток, тебе уже просто с головой хватает. И каждая последующая катка уже играется, ну, с таким, как бы, не сказать, что с трудом. Но с какой-то такой тяжестью уже дополнительной. И с каждой последующей тебе все меньше и меньше. Хочется дофига там бить в катках. Ты допускаешь какие-то нелепые ошибки в микромоментах. Тебя там, например, сливают. Появляются еще дополнительные криты. Еще что-то появляется, да. И у тебя уже потихо, ну, появляется такая усталость конкретная. И, соответственно, когда такие ситуации складываются, ты зарабатываешь уже как минимум меньше опыта. Как максимум ты вообще там играешь в бит-джаггернауте. Времени теряешь очень много. И ничего хорошего в этом плане не получается. Поэтому я, если честно, изначально, когда думал набивать данную изоляцию, не хотел ее затягивать на самый конец. А так получилось, что там у меня, грубо говоря, осталось, наверное, 3, может, 4 дня, да. Да, кто знает лучше, может, меня там поправит в комментариях, сколько оставалось дней, когда я начинал изоляцию. Но, в общем и целом, оставалось не так много времени. Мне надо было попотеть, надо было побыстрее все это дело сделать. А там еще плюс были голды, да. То есть, на день космонавтики там голды были. До этого там были голды на 1 апреля. В эти тайминги я вообще не заходил на аккаунт и ничего не смотрел, да. Как там, чего бьется. Оставил на самый последний момент. И поэтому получилось так, что, ну, было тяжеловато определенно. Но я ни о чем не жалею. Я рад вообще, что я ее прошел. Потому что звание на данном аккаунте выросло на, ну, можно сказать, 2 звания, да. То есть, уже майор половинчатый у нас здесь имеется. Я для себя лишь хочу сказать, то, что если бы была бы сейчас бы изоляция 2.0 такая же, как была 1.0. То есть, если бы давали, например, бы премиум аккаунт только за 200К опыта. Я почти на 100% уверен, что я бы на данном аккаунте ее прошел. Потому что у меня был бы стимул получить дополнительные кристаллы, звания. Ну, и цель, наверное, для меня в данный период времени все же на этом аккаунте получить полковника. И купить новое устройство последнее на шафт, которое стройным выстрелом, дабы я уже в простых матчмейкинговых битвах чувствовал себя просто максимально комфортно. То есть, заходя на какую-нибудь там цпшку, заходя в любой, короче, матчмейкинговый бой. Чтобы я накидывал такое количество урона при том раскладе, то, что здесь не будет, ну, должного, наверное, сопротивления. Хотя меня уже потихо там кидает и к генералам, и к большим званиям, да. И там уже как бы появляются какого-то рода проблемки. Дабы у меня не было вообще сложности, наверное, в наборе опыта. И, возможно, даже на хорната шафте я бы мог на этом аккаунте делать какие-то новые рекорды, да. По набитию там, например, опыта. Не только там в джиггернауте, да, там делать 100 киллов. Но и на простых вооружениях тоже достигать какой-то цели на данном аккаунте. И показывать вам то, что шафт на данный период времени в матчмейкинге до сих пор вообще не является слабой пушкой. То есть, был момент времени, когда шафт был, ну, не в таком нагибаторском, наверное, балансе. Сейчас он находится в приличном, годном балансе, дабы на нем играть в матчмейкинге. Ну, и если там использовать хорек условный, да, как я уже говорил, почти любую пушку можно использовать с данным корпусом. Наверное, это все, что я хотел вам сегодня рассказать, поделиться своими идеями, да. У нас не получилось тут каких-то долгих каточек. Я лишь, наверное, вам хотел бы сказать то, что как вы смотрите, то есть, мне интересно ваше мнение, как вы смотрите на всю эту ситуацию, нравится ли вам вообще данный аккаунт, хотите ли вы, чтобы я, например, записывал видосы здесь чаще, либо же, наоборот, этот аккаунт не особо интересен за счет того, что здесь имеется хорошее вооружение и, как бы, соответственно, ну, ничего такого сверхъестественного и удивительного здесь нету, потому что, по сути, в матчмейкинге, ну, в большинстве случаев на данных званиях попадаются игроки с, ну, какими-нибудь там М2 вооружениями старыми, то есть, это МК-5, МК-6, у меня все даже, ну, над ними имеется какое-то минимальное преимущество. Ну, хотя, сказать, что прям колоссальное у меня преимущество есть, я не могу. У меня нет модулей, если бы у меня здесь были бы хотя бы модули, да, там, грубо говоря, М3, да, тогда можно было бы сказать, что это все, это дикое имба и то, что я захожу каждый раз разваливать просто нубов, у которых нет вооружения. Но так как я играю на данном аккаунте без модулей, на данный период времени до сих пор играю, о, там контейнер падает, без дронов, да, то есть, раньше, если я мог себе там позволить на каких-то мультах подобрать какой-нибудь дрончик, да, и потом с ним играть, нагибать, да, то здесь у меня на данный период времени, ну, просто-напросто нет кристалла. Я хочу докачать для начала Хорната Шафта, потом уже начинать уделять внимание резистам, начинать уделять времени дроном, потому что, по сути, защитник уже открыт, но, знаете, тоже, как бы, это своего рода риск. Сейчас я выкачу защитника, да, грубо говоря, ну, не выкачу, я там прокачаю его наполовину, да, вложу в него там, грубо говоря, полмиллиона кристаллов, а через, там, месяц после того, как я его прокачаю, его просто занерфят. И я на этом, безусловно, проиграю, поэтому в этом плане я не особо хочу торопиться с покупкой дрона, а все же делаю акцент на докачивание своего Хорната Шафта до М4, до МК-8. Потому что у меня уже в этом плане, в плане дрона, был горький опыт на Маршале, если я не ошибаюсь. Ну, вы знаете по видеороликам, кто смотрит, на Маршале я себе выкачивал бустеры, потом бустеры просто занерфили, грубо говоря, сейчас у меня там на аккаунте есть штурмовик, есть бустер, эти два дрона на данный период времени в матчмейкинге не являются столь жесткими и столь нагибаторскими. Да, можно там сказать, что бустер там хорош, но все же, когда я расцениваю дрон как дрон, который будет не только полезен в бою, но и не будет дополнительно хавать большое количество, там, например, расходки твоей, да, не говоря уже вообще батарейку, то для меня, как бы, этот дрон уже уходит на нет. То есть, если я беру бустеры, с каждой ддшки по три ддшки, ну, то есть, с каждого овердрайва, вот, к овердрайв, шине сужа, с каждого дрона, который ты используешь, с каждого бустера по три ддшки дополнительно берет этот дрон, я считаю, что это много, да, то есть, грубо говоря, ты там сыграешь 10 боев, потратишь, ну, расходки 700, да, 10 боев, 10 боев, ну, это, ну, не есть хорошо, не есть хорошо, согласитесь со мной, поэтому как-то так, друзья. Как я уже сказал, если нравится вам все это делать, хотите, чтобы я продолжал записывать видосы, я думаю, что совсем скоро там выйдет видеоролик по открытию контейнеров, у меня тут потихо уже они начинают копиться, я люблю их на этом аккаунте лично открывать, то поддержите данный видеоролик лайком, подпишитесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, также, друзья, не забывайте нажимать на колокольчик, дабы ничего не пропускать, извините, что я сегодня тут немножечко так позапинался. С вами был Мистер Ванько, всем, друзья, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.